Всем привет! Сегодня будет горячее цинкование. Полгода назад я еще пытался провести этот эксперимент, он у меня тогда не вышел. И тогда один из зрителей, имя называть не буду, чтобы не заклевали в случае неудачи, вот один из зрителей поинтересовался у своего знакомого, который работал на таком предприятии. И тот рассказал в свою очередь, как это можно сделать в домашних условиях. Берем деталь, я сейчас при вас протачу вот эту трубу внутри, снаружи, чтобы она была чистая, руками браться не буду. Дальше трубу окунаю в электролит, и потом окунаю это дело все во флюс. Как устроен флюс, смотрите прямо сейчас. Для флюса нужен электролит автомобильный, аккумуляторный, калевая селитра и кусочек цинка. Все это сейчас смешивается в одну тару. Пропорции не знаю, потому что человек, приславший этот рецепт, услышал этот рецепт другого знакомого, который работал где-то там на производстве цинкования. Ее задачивать я человека не хотел, чтобы он где-то опять узнал, мне написал, поэтому все на глаз. Все, цинк сразу начал играть, вступил в реакцию, и теперь ждем, когда он полностью растворится в электролите. После флюсования, в этот момент уже будет цинк разогрет до 450 градусов в тигеле. Прогреваю заготовку над печкой и окунаю в цинк на пару минут. И еще мне человек написал, что есть одна хитрость, нужно подать небольшое напряжение, несколько вольт. Минус на тигель, плюс на заготовку. Вот в этом как раз таки аспекте я немножко сомневаюсь, потому что я деталь буду окунать не в электролит, а в цинк. И получается, при окунании деталей ток побежит по поверхности цинка, и деталь будет как бы не под напряжением все равно. Но возможно, потом уже до меня чуть-чуть дошло, что возможно при окунании, именно при опускании детали, как раз таки вот что-то там электрический ток возможно сделает. Да, электрический ток я буду подавать 3 вольта, 5 ампер. Через вот это вот сопротивление, через нихровую нить, у меня вышло 3 вольта, 5 ампер. Потому что блок питания у меня самодельный, и у него отдельно сила тока не регулируется, не подается. Регулируется только напряжение, а сила тока уже автоматом. Поэтому пришлось подбирать сопротивление. Так, ну и все, сейчас токарим. Пардон, грильдер завелся. Пардон, грильдер завелся. Все, деталь готова. Делал я ее как можно меньше, для того, чтобы прогрелась быстрее, и чтобы она как можно меньше остудила цинк. Потому что цинк нужно все-таки поддерживать 450 градусов. Резкое остужение тут будет не на пользу. Так, руками за него ни разу не взялся, за эту деталь. Сейчас печку разжигаю, начинаю плавить цинк, ее кидаю в электролит. Потом флюс, прогрев и окунание. Так, собрал я всю эту схему. При замыкании плюсового на минусовой получается 4,5 ампера. Это 3,5 вольта. Но, сейчас замыкаю на цинк, пока не расплавленный. Полтора ампера выдает. Вот так оно сейчас у меня тут. Если я на цинк замыкаю. Ну, это пока сейчас расплавится, все равно контакт будет лучше, должно работать. Но, во всяком случае, полтора вольта, вообще полтора ампера будет все равно. Здесь у меня все готово. Термопара, перчатки, клещи, на всякий случай. Сейчас поджигаю, пусть начинает плавиться. А мы пойдем к электролиту, к флюсу. Электролит слева, флюс справа, заготовка по центру. Сейчас, как только цинк начнет плавиться, на пару минут в электролит. Поболтаю, помешаю, потом в флюс и на прогрев. Так, вы видели, цинк поплыл. Все, пламя там пригасил. Начинаем. Обезжириваем. Реакция пошла. Пузыри есть. Пузыри. Должно сработать. Так, пусть полежит, пойду я проверю цинк. Так, цинк пока притушил печку, потому что там уже за 500 градусов пошло. И во флюс. Во флюсе не знаю, сколько держать. По идее, схватился и все. Ну и все, как раз сушу. Сейчас, возможно, температура там станет подходящая. Без огня стоит уже минут 5, почти 600 градусов. Поднагрелось. Но ничего. Деталь я не окунул, подвесил над цинком. Как раз она прогреется сейчас, пока температура возьмется нужная. Смотрите, после флюса, цвет какой стал в железке, в заготовке зеленоватый. Сейчас осталось дождаться только нужной температуры. Наверное, сделаю я 460, потому что при окунании заготовки все равно охлаждение будет. Так, все, температура 460 с копейками. Инерция большая. То включаю горелку, то выключаю. Короче, ладно. Посмотрим сейчас. Все, 463 градуса. Пока сейчас ложкой сниму пенку. Температура чуть упадет. И детали куну, температура упадет. Электричество у меня подключено. Здесь контакт пропал, где привязано было. Поэтому зачистил опять провод и окунул полностью в цинк. Минусовой. Плюсовой за деталь. Так, ладно, все, пены нет. Опускаю. Что у нас там? Есть. 3,7 ампера. Контакт есть. Нормально. 3,7 ампера. Поддерживает все время. Где у нас там зарядка? Вот оно. Есть. Ампираж идет, ток идет. Все нормально. Видите, полностью не утонуло. Ну пусть. Я не думаю, что это как-то повлияет. Главное, что там, где вытонуло, чтобы взялся цинк. Все, ждем пару минут и достаю. Ну с температурой вроде угадал. Как вам видно будет вот так. Смотрите. Нормально. В пределах допустимого. На 2-3 градуса больше. Это не страшно. И ни хрена тут не схватилось. Ничего. Опа. А внутри может покрылась. Короче, цинкование. Не цинкование. Так. Ну что, рассматривать ее тут сильно нечего. И это, по-моему, просто оно прилипло. Может и взялось. А сейчас посмотрю, если оно взялось при опускании в цинк. Сейчас поболтаю в цинке ее. Если она взялась. Потому что вот здесь, вот как кажется, внутри он. Тоже, наверное, прилипшая просто. Если она взялась, она, по идее, должна смыться сейчас. Жидким цинком. Вот теперь произошло цинкование. Гляньте. Только здесь, где не утонуло опять. Сейчас еще. Может, какое-то загрязнение попало все-таки. Так, ладно. Остынет, покажу. Ну, а теперь смотрим, что тут получилось. Получилось ничего хорошего. Он просто прилип. Цинк и все. Вот он отдирается. Поэтому никакого флюса не сработал. Электричество не сработало. Даже смотрите. На цинке. Какой-то оксид. После флюса. Как будто вот этот флюс как раз таки остался здесь. В прошлый раз, когда я делал, у меня, хоть местами цинк, как-то тяжело отходил. А здесь совсем не то. Это совсем не то. И внутри он тоже будет отходить. Вот он ослаивается. Вот он отслоился. Короче, не то. В итоге цинкование не получилось. Но зато было интересно. Пишите свои соображения. Может кто в курсе и в теме, как в домашних условиях цинкование провести. Не гальваническим способом, а именно горячее цинкование. Ну а на этом, всем удачи, здоровья. До новых встреч.